темперамент по знаку зодиака как известно всего существует четыре типа темперамента психологи отмечают что всего 30 процентов людей проявляют признаки только одного типа большинство людей обладают смешанным темпераментом в котором проявляются признаки разных типов пришло время разобраться с тем кем являются типичные представители разных знаков овен яркий пример того как в человеке могут уживаться сангвиник и холерик это крайне общительные легкие и открытые люди они легко возбудимы и у них часто меняется настроение пять минут назад овны смеялись а теперь с кем-то ругаются еще через пять минут этот человек станет не врагом а другом это нормальное состояние для овнов телец вряд ли вы найдете в мире большего холерика чем телец из всех знаков у него есть только один конкурент лев тельцы постоянно находятся в пограничном состоянии между агрессией возбужденностью динамичностью и страстью они очень бурно и позитивно реагируют на что-то приятное но всегда готовы в ту же секунду броситься в атаку на недоброжелателя близнецы чистейшей воды сангвиники общаются со всеми всегда и при любых обстоятельствах нравится почти всем а тем кому не нравится начинают нравиться потом у человека нет выбора близнецы в любом случае покорят их это лишь вопрос времени им свойственно яркие сангвинические черты богатая мимика и подвижность рак раков сложно отнести к одному типу темперамента психологи считают что в этих людях есть два главных лидера меланхолик и холерик это поистине термоядерная смесь раки часто впадают в уныние из-за плохой погоды но в некоторых жизненных ситуациях даже не думают проявлять излишнюю чувствительность в работе и бизнесе раки холерики которые скорее умрут чем проиграет лев типичный холерик наравне с тельцом львы не любят проигрывать споры ненавидят критику очень резко реагируют на негатив в свою сторону львам свойственны бурные эмоциональные всплески смена настроения любимому делу они отдаются до последней капли забывая порой про все остальное дева девы уникальны тем что в них намешано всего понемногу сегодня они расстроены неудачами и легко ранимы а завтра общительны и шутят так что все помирают со смеху утром они вовлечены в сложную работу и сосредоточены как флегматики а к вечеру могут нагрубить кому-то в автобусе потому что им наступили на ногу порой смены темперамента происходит по несколько раз в день весы сангвиники и флегматики одновременно вряд ли вы сможете найти кого-то еще с таким набором качеств они почти никогда не выходят из себя и не ищут приключений многие люди обожают весов а те не прочь пофлиртовать познакомиться с кем-нибудь пообщаться как истинные флегматики весы трудно приспосабливаются к новым условиям скорпион эти люди очень сложны для оценки и анализа темперамента потому что они очень скрытны в них присутствует очень много от флегматиков и меланхоликов холериками и сангвиниками они являются реже но пообщаться с новыми людьми они не прочь главное чтобы разговор не был очень длинным это усидчивые личности которые обладают высоким уровнем ответственности и которых легко обидеть или расстроить стрелец люди этого знака могут быть кем угодно но только не меланхоликами больше всего в них от сангвиника для них важны впечатления и эмоции они общительны обладают невероятным чувством юмора высокой психической активностью это непоседливые счастливые динамичные люди которые порой легко возбудимы козерог типичный флегматик который не проявляет общительности как сангвиник не расстраивается по мелочам как меланхолик и не обладает порывистостью холерика козероги живут сами в себе трудно приспосабливаются к чему-то новому или кому-то новому им не нравится долго находиться на людях и им почти не свойственно лень водолей по набору качеств похоже на овнов они также общительны и также легко выходят из себя при появлении проблем единственное что помогает им вновь становиться самими собой это умение экстренно включать флегматические свойства своего характера водолеи умеют становиться спокойными когда им нужно сосредоточиться на работе и делах рыбы меланхоличные натуры которые тем не менее иногда могут включать агрессию которой позавидовали бы львы и тельцы рыбы это очень утонченные личности важно не провоцировать их потому что они долго терпят но потом резко взрываются словно ядерная бомба если вам понравилось видео ставьте лайк будет очень приятно удачи вам и вашим близким сегодня и всегда